Слава Богу! У меня сегодня очень серьезное такое слово, каждое слово, мне кажется, оно серьезное, особенно когда ты касаешься Библии и ты пытаешься что-то объяснить. Оно всегда очень серьезное. Но я хочу сделать такую маленькую прелюдию. Почему? Меня завтра пригласили в одну церковь на праздник жатвы. И вот я всегда, сколько я верующий, я всегда ломал голову, что такое жатва. Почему? Потому что, когда я попадал на праздник жатвы, допустим, так получилось, что мои предки все баптисты. И вот у них праздник жатвы, они всегда говорили, приди, это такой праздник хороший. И вы знаете, я всегда, когда приходил, я понимал, что очень хорошо. Почему? Потому что я не понимал, о чем там говорили, о чем не могу вспомнить. Но тот запах, который доносился с кухни, котлет и все остальное, я говорил, действительно светлый праздник. Потому что все ждали одному. В этот день всегда церковь немножко увеличивалась, прибавлялась, отступники начинали тянуться, у них стимул появлялся, то есть они тоже приходили на этот праздник. Церковь, естественно, увеличилась. И, наверное, и пастыре это радостно было, и хорошо. Потому что я когда сегодня делился какими-то откровениями со своими женой, она говорит, может и мы придем к празднику жатвы. Придем, но по своим домам. И вот этот праздник, он имеет начало. Христианство, оно вышло вообще от евреев. Олег, я тебя жду. Возвращайся. Я недавно был на соревнованиях. Я прошу прощения. Может, ему получится посмотреть это видео. Пригласил у меня, у нас один есть парень в церковь когда-то к нам ходил, и он ответственный за спорт. Я так и не пойму, как за этот спорт можно быть ответственным. Но какую-то функцию какого-то начальника, руководителя он выполняет. И вот он меня пригласил на это соревнование. Это был финал Украины по боксу. Я с удовольствием пошел, потому что я спорт люблю. И встретил, только вошел туда, и встретил одного человека. Когда-то он был у нас в служении. Когда-то он был у нас в служении. И он подарил эти часы. Это уже очень-очень давно было. Наверное, наверное, лет десять назад. Эти часы исправно служат. Вот всякий раз, когда они падают, мне хочется сказать, Олег, вернись. Знаете, можно что-то сделать такое маленькое, но памятное. Вот казалось бы, какие-то часы. Вот всякий раз, когда я на эти часы смотрю, я всегда его вспоминаю. Вот где он, чем он там сейчас занимается. Сейчас он какую-то занимает руководящую должность, какое-то положение. А я на эти часы смотрю и говорю, Олег, вернись в Дом Божий. Знаете, как женщина, которая шила рубашки, как ее звали? Тавифа ее звали, да? И вот когда она умерла, в жизни у каждого человека может быть такой момент. И вот будет такой момент, что ты умрешь. И вот в тот момент, каким образом будут реагировать, можно сказать, слава Богу. Когда она умерла, все село пришло к апосту. Она говорит, Э, рубашки показывай. Я говорю, рубашки какие шила. Что ты делаешь? И что с этой женщиной сделали? Бог хорошие организации всегда воскрешает. Поэтому, Олег, вернись во имя Иисуса. Я тебя призываю, чтобы все так сложилось, чтобы кроме одного ты не видел, чтобы Бог тебя повесил, как у лошади, чтобы ты не видел ни одного, кроме Дома Божьего в этой жизни. Аминь. Итак, я возвращаюсь к празднику Жатвы. Это прелюдия такая. Как я уже сказал, христианство, оно вышло откуда? С иудейства. Вышло, вышло. С иудейства вышло христианство. И сегодня, вот этот момент, вот время, это еврейский Новый год. Приехали, много приехало евреев, они праздновали этот Новый год. И сейчас праздник, я прочитаю, чтобы не сбиться, Суккот. Кто знает, что такое праздник Суккот? Ну, кто-то знает. Что? Кущи, слава Господу, Кущи, да, Кущи. Немножко я, наверное, скажу за этот праздник, потому что я почему спросил, что мне интересно, кто-то знает или не знает. Послушай, это никакого осуждения. Если честно, я сам сегодня только узнал. Поэтому мы с вами на одном этом, праздник Кущи, ну, вот это слово Суккот, вот Суккот, Суккот, праздник Суккот. Кущи, что это значило? Все евреи в этот праздник, этот праздник праздновался 7 дней, вот как раз вот эти вот дни, на эти дни приходится этот праздник. Необходимо было, чтобы каждая семья сделала себе кущи, шалаш. И 7 дней должны были жить в этом шалаше, в этой палатке. И когда я сидел над этим размышлял, думаю, хороший вообще праздник. Почему? Потому что в этом событии преследуется несколько вещей. Первая вещь. Евреи должны были вспоминать, те 40 лет, когда они ходили по пустыне, и они жили в палатке, они жили в шатрах. Для них это давно было быть как напоминание. Второе, это напоминание того, что все в жизни временно. Потому что я даже провел такой параллель со своей жизнью. Вот летом я люблю приезжать у нас в летний репцентр на острове. И все живут там в палатках, в кущах. Можно сказать, в кущах. В кущах. Те, кто были, мероприятия, которые мы проводили, вы приезжали, вы видели. И вот, вы знаете, я люблю туда приезжать. Почему? Потому что это время не только для меня, как, может, какого-то восстановления и отдыха. Но это время, когда ты начинаешь переоценивать какие-то ценности. Ты начинаешь смотреть, что в жизни намного меньше надо. Временами мы кидаемся в море суеты из-за того, что мы до конца не понимаем, что нам в жизни надо намного меньше. И вот, когда они жили в этих шатрах, первое, то, что у них вырабатывалось, должно было появиться чувство благодарности. Особенно, наверное, на седьмой день, когда ты посидишь в этом шатре, и потом седьмой день, там восьмой день, и еще одно, один еще как-то событие, оно тоже имеет название. В эти события надо было читать определенные псалмы, там то, то, то давно было происходить. Все было расписано. Но я думаю, после седьмого дня каждый с большой радостью возвращался к себе домой. И первое, что он мог сказать, спасибо тебе, Господь. Бог, он воспитывает в своем народе чувство благодарности. Вы знаете, и вот я понимаю, что, может, мы уже далеки от еврейских праздников, и для нас это тень, будущий каких-то благ, но я все равно, я вижу, что Бог все равно, Он желает внутри каждого из нас воспитывать чувство благодарности Богу. Вот во время этих семи дней, когда они сидели в этих кущах, потому что кущи должны, эта палатка, шатер, он должен был сделан определенного размера, с определенных растений, там и прочее, прочее, прочее. И вот семь дней ты сидишь в этом шатре. Понимаешь, что у тебя есть дом, у тебя есть там какие-то блага среди которых, и ты сидишь в этом шатре. О чем можно подумать? О многом можно подумать. О многом можно размышлять. Но в этот момент ты понимаешь, почему ты там сидишь. Для того, чтобы вспомнить то, что было, что Бог кого-то вел. Для тебя это хороший урок в том, что ты понимаешь, если Бог кого-то вел, кого-то не оставил, кого-то привел и исполнил то, что Он обещал, значит, это произойдет и в твоей жизни. Для новозаветней церкви, новозаветней церкви, потому что это было в определенный период, я возвращаюсь к евреям, это было в определенный период времени, когда заканчивалась жатва. Заканчивалась жатва, и был этот праздник Суккот, все собирались. И новозаветняя церковь, она тоже делает жатву, это как приносили все плоды в церковь. Вот когда я был в церкви, допустим, в баптистской церкви я был, все сносили, кто что мог, кабачки и помидоры, потом готовили это вместе, садились, кушали. И это жатва, как один пастор мой сказал, собирается на жатву, а заканчивается жратвой. Хороший праздник, качественный, хороший праздник. Но в этом празднике, в этом празднике, в этом празднике не только хорошо, что можно собраться, можно что-то принести, можно что-то в кого-то посеять. Не только то, что можно совместно покушать, но в этом празднике тоже есть смысл. То есть любой праздник, любой праздник, в нем всегда сокрыт смысл какого-то события. И вот как раз праздник жатвы, он подчеркивает то, что есть конец, будет большая жатва, жатва, которая соберет тех, кого Бог должен собрать в свое гумно, в свое царство. Поэтому когда вы слышите о празднике жатвы, потому что мы сегодня живем в мире, и мы встречаемся с разными верующими, и кто-то будет задавать такой вопрос, а вы празднуете праздник жатвы? Можете ему сказать, да, мы празднуем праздник жатвы, мы празднуем праздник жатвы, мы благодарим Бога, за то, что Бог сделал для нас, за то, что мы, те люди, которые сегодня уже предназначены для той жатвы на небесах, которую Бог приготовил для нас. То есть как праздник жатва – это конец. Те, кто трудились на своих дачах, на своих огородах, трудился кто-то на своей даче, на огороде, и вы ждали одного, да? Что вы ждали на своей жатву? Потому что самое радостное на вашей даче – это то, когда вы уже убрали, когда вы уже выкопали всю свою картошку, собрали уже все свои плоды, и это радостный момент, да? Так что мы сделаем жатву? Будем приносить помидоры, огурцы, будем тут накрывать. На духовном совете поговорим, решим. Я шучу, конечно. Мы будем, потому что каждый, каждый, я думаю, что праздник жатвы, он имеет цель – воспитывать в людях благодарность. Потому что когда мы, допустим, приносим эти плоды, когда мы приносим плоды земли, и мы смотрим на них, что у нас должно появляться? Что я в конце понесу с этого домой? Что я в конце понесу с этого домой? Да? Или все-таки, когда мы смотрим на это, и мы понимаем, Господь, спасибо за то, что Ты дал нам это. Мы же правильная церковь. Мы же правильно должны мыслить. Библия нас к этому призывает. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты даровал нам это. И сегодня у меня тема, я тоже буду говорить о жатве, о духовной жатве, которую Бог предназначил для нас, той жатве, в которой мы будем непосредственно участвовать. И сегодня я взял одну такую притчу, и каких-то вещей я коснусь, потому что в этой притче я забил несколько таких столбиков. Потому что каждая притча, она по-своему, она богата. Я верю, что в какой-то определенный момент Дух Божий животворит и приносит понимание. И мне хочется по максимуму, чтобы мы с этой притчей вынесли для себя пользы, чтобы не заблудились в трех деревьях. Потому что любая притча, она преследует одну мысль, одну главную мысль, то, ради чего она сказана. Но она сказана, изложена в какой-то истории, которая, допустим, понятна для людей, которым говорилась эта притча. Сегодня я хочу, чтобы мы с вами коснулись притчи о десяти девах. Мы не часто говорили с вами эту притчу. Были моменты, когда мы вскользь проходили. А сегодня я хочу, чтобы мы коснулись этой притчи, чтобы мы вынесли саму суть с этой притчей. Саму суть с этой притчей. Итак, Матвея, 25 глава. Если у кого-то есть Библия, открывайте вместе со мной. Дарине дали микрофон. Хочу, чтобы вы прочитали с первого по тринадцатый стих, для того, чтобы увидеть целую картину. А потом мы приступим с вами к тому, что мы должны вынести с этой притчи. Если у кого-то есть ручка, потому что я рекомендую, носите с собой не только свои гаджеты, в них сложно делать какие-то пометки, носите лучше с собой Библии. На бумаге можно делать какие-то отметочки. Потом в дальнейшем вам это очень пригодится. Знаете, я думаю, что это должно становиться частью нашей жизни, когда мы с вами изучаем Слово, читаем Слово. И не только здесь, потому что, может, у кого-то Библия лежит на выходе из дома. И вы за нее только хватаетесь в тот момент, когда вы идете на служение, допустим, в среду или в субботу. Раз вы взяли и пошли. Я думаю, что мы растем, мы испытываем потребность в изучении Слова. Я, по крайней мере, так думаю. Или, может, если кто-то вместе со мной так думает, просто кивните головой. Я понял. Я даже голову не поднимаю. Но я, по крайней мере, так думаю. Я к этому стремлюсь, чтобы это пришло в жизнь у каждого. Жизнь в каждого человека. Чтобы вы увидели потребность в этом. А вы сегодня, вы увидите в этом потребность. Вот я вам даю какой-то процент. Вы увидите сегодня потребность в том, о чем я говорю. Дарина, пожалуйста, читай. Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли и масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет! Выходите навстречу ему! Тогда встали все девы, те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених. И готовые вошли с ним на брачный пир. И двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Слава Богу. Хорошая притча, правда? Очень ясная. Есть связь. Я рекомендую дома прочитать с 23 главы по и эту главу. Потому что, знаете, я увидел, что это своего рода как семинар. Иисус призывает к тому, чтобы люди, которые следуют за Ним, они бодрствовали. Многие вещи Иисус говорит в виде притчи. И в одной из глав, по-моему, Матвея, в 13 главе, когда он говорил о феятеле, многие люди, которые были вокруг него, они слушали эту притчу. А потом, когда наедине они собрались, ученики задают такой вопрос. Господь, а что ты об этом хотел сказать? Что это не просто Иисус рассказал, вышел сеятель сеять, одно семя упало, для всех это было понятно. Но когда Иисус был со своими учениками наедине, Он им истолковал эту притчу. Он принес к ним понимание того, что такое каменистая почва, что такое такая, 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 такая. Он им объяснил. И Он говорит, вам, вы будете знать содержание этой притчи. А для внешних это просто будет сказка. И вот точно так же, я думаю, многие люди, которые соприкасаются с этой притчей, для них это рассказ о свадебном шествии. О свадебном шествии. Но я верю, когда Дух Божий дает нам возможность увидеть в этом, в этих притчах, обратить на некоторые вещи и внимание, для того, чтобы увидеть для себя смысл. Итак, смысл, смысл этой притчи, цель этой притчи, можно сказать, звучит так. Бодрствуй! На протяжении всех этих глав, 25, 24, 23, звучит слово бодрствуй. Иисус под разным видом пытается принести понимание своим ученикам в том, чтобы они бодрствовали. И это бодрствование, оно было нацелено на одно, на приход Иисуса Христа. Я верю, что даже церковь ради этого и живет, церковь ради этого и существует, для того, чтобы взбадриваться, обновляться, понимая то, что Христос грядет. Если евреи всю свою историю, они ждали, ветхозаветные евреи, они ждали приход Иисуса Христа. Он уже пришел. Сегодня мы ждем уже то, что он вернется за своей церковью, вернется за своей невестой. И сегодня мы коснемся такого образа, как невеста. Невеста. Для многих, кто прошел школу АБВ, всех тех, кто у нас учились, я не хочу развивать эту тему и касаться, допустим, каких-то конкретных мест писания, показать, что Бог сегодня видит свою церковь как невесту. Кто это знает и кто с этим согласен? Машите своей рукой. Слава Богу! Мы говорим на понятном языке, поэтому мы к этому не возвращаемся. Итак, первая мысль. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильник свои, вышли навстречу жениху. Церковь, мы, эта невеста, мы идем навстречу к своему жениху. Был у меня такой один момент в жизни, когда я задавал вопрос, это мое такое немножко отклонение, я задавал такой вопрос, почему десять, а почему не девять? Почему именно не двенадцать, а почему именно десять невест вышли навстречу жениху? я думаю, что даже через это Бог, Он желает нам принести одно понимание. Я какое-то время молился, я размышлял, думаю, ну почему не семь, Господи, ну было бы лучше, если бы вышло семь, ну хотя бы даже четыре, ну а было бы вообще, если бы двенадцать вышло, было бы все ясно, вообще было бы все очень ясно. И, знаете, вот как в простоте приходит ко мне такое понимание. Число десять это завершенная работа Бога на земле. Весь этот период времени, две тысячи лет, церковь, она идет навстречу к жениху. Почему я говорю, что завершенная работа? Это касается вообще конца времени. Апостол Павел в послании римлянам говорит, открывая вам одну тайну, ожесточение у иудеев произошло до того момента, пока не войдет полное число язычников. Сколько это полное число язычников, никто не знает, Бог знает. Поэтому, если вы сегодня не имеете отношения к израильскому народу, послушайте, вы попали в милость, вы стали той невестой и вы входите в число тех десяти дев, которые находятся в этом шествии. И начало это хорошо. Вот здесь звучит первый стих очень хорошо. Царство Божие подобно тому, что десять невест взяли светильники и вышли навстречу своему жениху. Правда красиво звучит? Красиво. Я думаю, невесты одеты, они снаряжены, красиво выглядят. Это радостное такое шествие. Потому что, я думаю, большинство из нас, когда мы говорим невеста, жених, у кого-то всплывает в памяти этот момент, когда вы были невестой. И многие печали. Нет. Я думаю, что это радостно. Если вы испытываете печаль, возьмите свои старые фотографии того момента, когда вы выходили замуж или женились, посмотрите на те старые фотографии, и вы увидите радость, ну, по крайней мере, у вас что-то внутри подымется. Я недавно смотрел свои свадебные фотографии, я возмущался, говорил, не надо нас сфотографировать, но, слава Богу, кто-то настоял, мы до сих пор, я не помню, кто нас сфотографировал, мы ломали эту голову, кто же нас сфотографировал. Но, когда я смотрел, такое впечатление вроде та атмосфера свадьбы, она вернулась внутрь меня, какой-то такой подъем, какая-то такая радость, какое-то такое ожидание, вау, что-то меня ждет впереди. До сих пор я жду то, что меня ждет впереди. Одним словом, очень хорошая атмосфера. И вот это начало этого шествия, я хочу, чтобы вы просто увидели начало этого шествия, они идут, написано, они уже невесты, они уже невесты, уже кто-то на них ткнул пальцем, которые взяли светильники выше навстречу жениху. И вот с каждым днем, каждый день, сегодня у нас какое число? Одиннадцатое число. Вот сегодня одиннадцатое, и мы делаем один шаг, как образ. Раз, завтра какое? Двенадцатое. Раз, с каждым шагом мы ближе к кому? К Христу, к нашему жениху. Вау! Послушайте, это большое ободрение. Вот это то, что меня радует, что кто-то печалится, в зеркало смотрит, говорит, изменился, постарел. Сколько уже прошел? Да, я прошел 47 лет, и вы знаете, я прошел 47 лет, из них 20 с чем-то лет я иду навстречу к своему жениху, в объятия к своему жениху. Радость, начало. Аллилуйя! Слава Богу! Итак, кто себя увидел в этом шествии? Честно, поднимите свою руку и скажите «Аминь!» Я тот, кто иду! Я тот, кто иду! Громче! Я тот, кто иду! Антон, ты идешь? Кричи вместе со мной! Я иду! Я иду! Или, может, ты скажешь «Нет, я не невеста!» Невеста! Иисуса Христа! Церковь — это его невеста! Следующий, второй стих. Здесь немножко начинает картина смущаться. Даже те, кто вышли, вот на сегодняшний момент, у меня нету такого приборчика, знаете, был бы у меня такой приборчик, так-так-так-так, я помню, как на свадьбе, кого мы женили последний раз, кого мы женили? Кого-то мы женили, и у девчон, а, о, любонных детей, и у них был такой приборчик, раз, пришли, раз, те, кто были, раз, ага, и... сейчас будем читать мысль у этих людей в голове, и все настроили, многие же неверующие, я не знаю, что они в этот момент подумали, вот это попали, начинает порядок наводить в голове своей, знаете, как временами, да, да, бывают такие моменты, знаете, мне так временами, знаете, когда помазание приходит, я знаю, что временами так пророческое помазание приходит, Бог что-то начинает открывать, и я всегда говорю, не-не-не, я буду умолвать, я не буду говорить, я не буду говорить, я знаю, что некоторые начинают наводить порядок внутри, внутри своей головы, и вот точно так же шапочкой подходят, и там какая-то раз приставили там и какая-то песенка или еще какие-то там вещи, и все так, фу, слава Богу, эта песня Гена Крокодила, да, вот если у меня был такой приборчик, и здесь написано, из них пять было мудрых и пять неразумных. Кто мудрый, кто неразумный. У меня нету такого приборчика, почему, потому что, знаете, мы дадим определение, что такое мудрые и неразумные. И вот здесь я тоже был такой момент, когда, знаете, я люблю ковыряться в слове, я вот всегда я читал, я как-то так смотрю, и меня как-то не удовлетворяет. Вот пять мудрых и пять неразумных. Тут на самом деле очень трагический стих, очень трагический. Потому что, когда я читал, мне так, вроде, причесанные и непричесанные. Ну, вот так вот, пять невест причесанных, а пять невест непричесанных. Оригинал звучит вообще очень жестко, очень жестко звучит. В отношении мудрых ничего не меняется, мудрые остаются мудрыми, а вот неразумные, я мягко скажу, глупые. Мягко, мягко, а вы уже сами додумайте, как оно звучит, потому что очень жестко звучит. И второй стих, он для меня, он трагический стих. Почему? Потому что все вышли, знаете, мы все идем. Сколько нас сегодня здесь сотни людей, которые сидят на этом служении, и каждый себя в первом стихе видел. Я иду. Ой, Господи, радостно говорит, я твоя невеста, я иду. Аллилуйя, иду. А кто-то смотрит пять мудрых, пять неразумных. неразумных. И ты понимаешь, что это пополам. Было проще, если было три. Можно было сказать, две мудрые, одна немудрая. И ты говоришь, уже больше умных. А тут ты смотришь пополам. И опять, невозможно проверить приборчиком, чтобы так, а ну, а ну, Даринка, подержись, подержись, подержись. Да, мудрый. А ну, не, не будет, все будет. Лешка, а ну, 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 любашь голову, на, ну, я понял. Это как? Как это называют? Это подставка, это не приборчик, не переживайте. а ну, а ну, кривой рог проверим. Что с кривым рогом? О, так вы пытаетесь сразу вдвоем. Ну, что-то есть, я не знаю. Ладно, сделали трагедии, чуть-чуть посмеялись, да? Итак, слава Богу, что Бог на этом не останавливается, знаешь, Он не остановился, потому что, если бы только было вторым стихом, мы бы долго ломали в голову, «А какая я? А кто я? Мудрый или глупый?» И он дальше начинает, Иисус дальше дает объяснение. «Неразумные, взявшие светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосуды свои». Второй, третий, четвертый стих, я называю «Момент определения». И вот здесь написано, неразумные какие? Те, кто не взяли масло, а мудрые это те, кто взяли масло. Послушайте, сразу вас успокою. Это образ. Потому что кто-то может, знаете, как люди по своему человеческому мышлению, они могут прийти к тому, то, что я должен сюда делать, я должен сюда с собой носить масло, чтобы выглядеть мудро. Ты мудрый? На, посмотри. Нет, не об этом говорится. в этом я называю так пренебрежение своим предназначением. Пренебрежение своим предназначением. Мы имеем предназначение перед лицом Богом быть его невестой. и как раз в этой притче Бог показывает, что есть вещи, которые зависят от нашей жизни. Мы должны что-то сделать. Мы чем-то должны обладать. Мы чем-то должны обладать. Знаете, я слышал разные интерпретации и объяснения на эту притчу. Что это? Что это? Как это? В своем понимании я пришел к простоте. Светильник имеет предназначение. Какое? Светить. И для того, чтобы светильник светил, что-то должно быть в этом светильнике. Должно быть масло. Такое на современный лад дам такое объяснение. Кто-то построил дом, провел у себя проводку, повесил шикарную люстру в своем доме, но не подключил источник питания. Включает свой дорогой выключатель и ничего с этой люстрой самого может там дорогого хрусталя и самой шикарной лампочки ничего не происходит. Как мы назовем этого человека? Про себя. Следующий момент. Вы вызываете трактор... Вам надо перевести контейнер, который весит 10 тонн. Вы заказали допустим там трактор или какую-то машину и к вам приезжает приходит мужик с рулем в руках. Вы его спрашиваете а че ты сюда пришел? А меня заказали перевести контейнер на 10 тонн. А у него машины нету, один руль в руках. Что вы подумаете про этого человека? Будем ждать следующего. Правильно, логично. Вот точно так же здесь Иисус точно так же дает определение. Мудрая и не мудрая. Мудрая та, кто поступает правильно, а не мудрая та, кто не поступает правильно. но обратите внимание, что у той есть светильник, что у тех пяти мудрых есть светильник, что у пяти глупых тоже есть светильники. Но то, чего не хватает, не хватает масла в этих светильниках. Почему говорю, что пренебрежение своим предназначением, люди, которые пренебрегают своим предназначением. Единственное, что сегодня дает нам способность иметь огонь и свет, это то, что мы получаем в виде слова от Бога. Это то, что мы получаем, то, что мы принимаем слово от Бога, потому что третий стих, неразумные взявшие светильники свои, но не взяли с собой масло. То есть это время, когда они пренебрегли тем, чтобы взять это масло. И вот сегодня точно так же церковь на сегодняшний момент, на сегодняшний момент, она есть люди, которые пренебрегают своим предназначением, которые то, что должно послужить для них светом в их жизни, они этим пренебрегают. Вот почему я сказал, я буду сегодня говорить, и у некоторых я возбужу ревность по Слову Божьему, ревность о том, чтобы ревновать, чтобы в ваших светильниках было это масло, которое даст вам способность в какой-то определенный момент, чтобы был свет, чтобы был определенный свет. Поэтому глупые не определяются прибором, глупые определяются отношением и поступком к тому, что они должны сделать. если Бог увидел в нашем лице и призвал нас для того, чтобы мы были его невестой, если он увидел в нашем лице невестой, то это то, что от нас теперь зависит, чтобы в наших светильниках, светильники это наши сердца, в них был елей, елей помазания, елей знания света, который в определенный момент то, что произойдет, он должен нам светить. Следующий момент. Когда жених замедлил, то задремали все и уснули. Когда жених замедлил, то задремали все и уснули. Когда жених замедлил, то задремали все и уснули. Сон это не смерть. Все задремали и уснули. Это то, к чему всю историю церкви, я думаю, дьявол, он ведет церковь, желание к тому, чтобы церковь уснула. Когда жених замедлил. Первая церковь, первые ученики, у них было одно послание, Иисус придет. И они верили, что он придет при их жизни. Петр, другие апостолы, они верили в то, что Иисус придет при их жизни. В одном из посланий Петра, в одном из посланий Петра, я сейчас посмотрю место для того, что если кто-то пишет, чтобы вы могли у себя отметить. Второе послание Петра, третья глава, четвертый стих. Есть такие слова, которые звучат, и они сегодня точно так же актуальны, через которые пытаются прежде всего, давайте в третьем стихе. прежде всего знаем, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. И вот в этот момент начинается трагизм церкви. Начинается мало того, что разделяется умные на неумных, но трагизм церкви, когда церковь, она погружается в сон. Кто может себя описать спящим? Спящим меня описать может только моя жена, если она не спит? Вопрос сегодня точно так же актуален сегодня для нас. Спящий человек, он ни к чему не стремится. Основная мысль сегодня, которая звучит, это бодрствовать, спать, потому что жатва близка. Вот почему сегодня есть необходимость встряхнуться, потому что спящий человек, он ни к чему, пока я не сплю, допустим, вот физически, я к чему-то стремлюсь, я какие-то строю планы, я иду, я что-то делаю, но как только я прислоняю свою голову к своей подушке, я вам честно хочу сказать, я уже никуда не иду, я уже ни к чему не стремлюсь на какой-то период времени. Это физически. Я сплю семь, шесть, в лучшем случае восемь, когда очень сильно устал, он может и больше спать, но в последнее время семь, шесть часов я сплю, потом я пробудился, но послушайте, духовный сон, он намного ужаснее, он намного ужаснее, знаете почему? Потому что в этот сон некоторые погружаются на на года, на десятилетия. На года, на десятилетия. Я даже момент такой был, я думаю, почему Бог так установил, я размышлял, что шесть дней трудись, седьмой день Господу, потому что когда ты трудишься семь дней, послушай, то, что произойдет, ты хочешь, не хочешь, ты упадешь в этот духовный сон. Ты кроме земли, земных целей, кроме работы, кроме суеты, ты ничего не будешь видеть, духовный сон. Ты уснул в отношении своего жениха, вот точно так, как эти невесты, жених замедлил, вот точно так же и сегодня, кажется, две тысячи лет назад Иисус должен был прийти, но то, что произошло, Иисус замедлил, и реакция невест танцевали, танцевали и заснули. Это хороший образ сегодня для церкви, когда церковь вроде ты ожидал, ты ждал, ты ждал, но раз нету, год нету, два нету, три нету, и то, что происходит, приходит сон, начинает засыпать, я перестаю видеть царство Божие, оно для меня сегодня не актуально, для меня сегодня более актуальны какие-то земные вещи, для меня уже сегодня не столько актуальна встреча с женихом, еще другие, другие вещи, то, что происходит, поэтому, наверное, этот седьмой день для того, чтобы Бог сделал вот так, церковь, проснись, давайте начинать прославлять Бога, и кто-то свои глаза духовные открывает, скажет, «Господь, ты есть! Ты живой!» пробуждает. И вот трагизм, трагизм этого сна, вот почему сегодня кто-то должен посмотреть на себя, а чем я сегодня наполнен? Умный или глупый? Сплю ли я сегодня? в этой истории звучит голос один, «Жених идет!» Я верю, что этот голос, пророческий голос, он будет звучать, он будет звучать, знаете, как в самый неподходящий момент. знаете, Шестой стих, «Но в полночь раздался крик, вот жених идет!» «Полночь!» Вас когда-нибудь будили в полночь? Вы целый день веселились, радовались, «Аллилуйя!» «Слава Богу!» «Танцевали!» «Аллилуйя!» «Ты еще не знал, что ты глупая невеста!» «Ты думал, что ты еще мудрая!» «Танцевала, как мудрая!» «Радовалась!» «Радовалась!» «Вымоталась!» «Легла!» «Только прилегла спать!» «И в полночь!» «Подъем!» «И в этот момент, я могу сказать, самый неподходящий момент!» «О чем это говорит?» «Я вам честно скажу!» «Иисус всегда придет в неподходящий момент!» «Все притчи, все истории, когда я читаю, я вижу, что он приходит в неподходящий момент! Он говорит, я приду как вор! Без предупреждения! Все хотят знать этот день, а когда он придет, они пытаются его вычислить этот день, когда это произойдет, там то, 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 чтобы ожидать его, Бога! Я вам честно скажу, может, я вас разочарую или расстрою! Я не знаю день, когда придет Иисус! А если я вам скажу, что я знаю этот день, берите свои пожитки и идите с этой церкви! Без угрызения совести! Почему? Потому что этот день, он будет сокрыт! Вот поэтому и написано в этой... Но в полночь раздался крик! Не просто шепот! Крик! И я верю, что, знаете, этот крик, это будет крик пророческих, пророческих, пророческих людей, которые помазаны пророческой благодатью. Это будет крик живой церкви, которая будет кричать, жених идет! Э, пробудитесь! Э, пробудитесь! Поэтому временами Бог даже не через людей потрясает, а через какие-то обстоятельства в каждом столетии Он потрясает! В каждом столетии! Сколько я читал теологов, историков, которые описывают, в каждом столетии было какие-то события, которые звучали, как колокол «Скоро придет Иисус!» «Скоро придет Иисус!» Взять 19-е, 20-е столетия, взять это время. Сегодня многие, то, что происходит, они взбодрились! Они начали молиться к Богу! Почему? Потому что события, которые в Украине происходят, война, кризис, убивают, болезни, другие какие-то вещи, они как потрясения! Самый неподходящий момент! Вот как кризис! Все вроде строили, планировали, инвестировали, вкладывали, и уже считали свои прибыля, которые придут к ним и без объявления того, раз пришел кризис! Пум! Вот точно так же и Иисус! Он без предупреждения! Ты, как он говорит, некоторые женятся, выходят замуж, работают, а он придет! Одного заберет с постели, второго заберет в поле заберет! В самый неподходящий момент! Ты вышел на работу, ты работаешь у себя в поле, садишь, садишь, садишь вместе с товарищем или со своим, со своей женой, и потом раз, жена, ты где? или лег спать со своим мужем утром проснулся? Не дай Бог! Лучше пусть без нас просыпаются! Лучше пусть нас по полю ищут, или по цеху, или по офису! Где ты? Пусть лучше будет так! Он придет внезапно! Это то, в чем церковь Божия, она должна бодрствовать! Я заканчиваю, я буду перескакивать, перескакивать и буду заканчивать! Это то, в чем церковь сегодня должна бодрствовать! Это то, что сегодня должно быть в нашей голове, что Иисус грядет! Это то, что сегодня многим будет облегчать нашу жизнь! Понимание того, что, послушайте, я не буду жить вечно на этой земле, потому что многие живут, строят свою жизнь, что они будут жить вечно на этой земле! Но это не значит, что я ничего не буду делать! Я буду делать! у меня будет возможность, я буду строить, у меня будет возможность, я буду работать, но мое нутро, мое нутро, мой светильник, он будет наполнен этим маслом, этого знания, того, что Христос грядет, идет за мной! Еще одна трагедия, когда они проснулись, те, у кого было масло, они поправили свой светильнички, и они знают, куда идти! Почему? Потому что в полночь это темнота! Темнота! И в темноте нужен свет для того, чтобы идти! И пять немудрых пришли, говорят, э, дайте нам! послушайте, не даем! Идите купите! Не даем! Потому что и нам не хватит! История такова! Я тебя могу подсветить, но я тебя не могу светить! То, что во мне внутри светится, и мое понимание, оно меня ведет, тот свет, который внутри меня, он меня ведет ко Христу, он меня ведет в молитве, он меня ведет в других вещах, он меня ведет к правильному образу жизни, я могу тебе подсветить, я могу тебе подсветить, но послушай, я не могу тебе это зажечь, чтобы внутри тебя это светилось. Это ответственность каждого из нас сегодня черпать для себя знания, получать. Поэтому, когда звучит такое слово, кто будет учиться в библейском колледже? А зачем оно мне надо? Я буду еще на это время тратить? Идти на служение, а зачем мне это надо? Знаешь, зачем? Для того, чтобы получить для себя тот елей, который поможет тебе светить внутри, чтобы у тебя был этот свет. Знаете, как ты встречаешься с человеком, ты говоришь, а ты что, не понимаешь, ты что, не видишь, как надо делать? Встречали таких людей? Встречали? Полно, полно. А ты что, не понимаешь, что так делать нельзя? Не понимаю. Ты что, верующий? Да, я верующий. А-а-а-а! Ты с той пятерки непричесанных. Ты с той пятерки немудрых. Поэтому сегодня некоторые говорят, они же верующие, как они так могут поступать? Могут. Знаете почему? У них не хватает света. Потому что, знаете, вот этот момент, когда жених идет, это момент, я называю, точка, момент, как в армии вот называли, момент, че, че, Владимир, момент че, да? Время че, да. Я помню, время че. Я служил в армии, до сих пор я не знаю, кем я там служил, но я помню, момент че у нас был. Я знал, что я должен делать, в какую сторону бежать, что я должен брать. Я все знал. Почему? Потому что мне налили масло. Внутрь мне налили масло. Мне дали это понимание. И это внутри меня, если она тревога, я знаю, в какую сторону бежать, я знаю, что взять, я знаю, в какую машину бежать, я знаю, куда я поеду. И мне говорят, все, я спокоен. Потому что я чем-то обладаю. Вот точно так же и церковь сегодня. Церковь. В момент че приходит. Бах, война! В Украине. И в момент че. А некоторые говорят, а что теперь делать? Путина ждать? Нет, Иисуса. Лучше ждать Иисуса. Путина лучше не ждать. Есть такое слово, эхэть. А когда внутри у тебя масло, ты понимаешь, ты становишься Путин, эхэть! Эхэть! Потому что у тебя есть понимание. Ты знаешь, куда тебе надо тянуться. Когда в тебе есть внутри масло, ты понимаешь, куда тебе надо идти. На молитвенную, в среду на молитву. Что надо начинать молиться. А не, ой, а что теперь? Может гробы готовить? Или что? Или... Нет, послушай. Внутри у тебя есть этот огонь, потому что он тебе светит. А со мной ничего не случится. Девяностый псалом. О-о-о! Аллилуйя! Свет хороший. Пройду через тень тень смертную и не приключиться, и не приблизиться ко мне. Почему? Потому что внутри у меня что-то горит. Момент че пришел. Вот как в жизнь этих невест. У них момент че пришел и глупость. неразумных. Она говорит, а что нам теперь делать? Что когда момент че пришел, что кризис, некоторые в церковь перестали ходить. И ты молишься, Господи, почему это произошло? Господи, почему это с людьми произошло? Почему они теперь перестали ходить в церковь? Наоборот же надо идти в церковь. Приборчика не надо, слово надо читать. Я пригласил одного пастыря у нас с Крыма как-то в гостях был. Я думал, все обрадуются. Скажешь, слава Богу, приехал пастырь с Крыма, наоборот, поддержим. Слава Богу, украли у нас Крым. И тут человек приехал, который за то, чтобы воровство прекратилось. Я думал, все разы, о, опасно теперь на служение идти. Я думал, как это там? А потом успокаиваешься, послушаю. 50-50. Кто-то знает, а кто-то не знает, а кто-то не понимает. И трагедия разворачивается дальше. Те пошли пока покупать, искать что-то для себя, то масло. Пришли, а дверь захлопнулась. Пять эти зашли, а для остальных дверь захлопнулась. И они, Господи, впусти! А что он им сказал? 12 стих. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. 13 стих. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни часа, ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Вот почему в жизни каждого верующего человека это должно быть основной мыслью, основной. Кто бодрствует? Давайте я еще дам такое определение бодрствования, и мы на этом закончим. я не смотрю на часы. Бодрствование – это правильное ожидание, это моя концентрация на Иисусе, на этом моменте. Смотрите, элементарно. Бодрствовать в практическом смысле. почему я не делаю зло? Потому что я бодрствую. Ты представь, ты пошел на дело, и в этот день приходит Иисус. А ты думаешь, я такую сейчас операцию проверну, я сейчас сколько денег заработаю? Ну, в кавычках. Или, допустим, почему я не блужу? Потому что я не могу? Я могу. А вы представьте, вы пошли. А в этот момент приходит Иисус. Ты тук-тук, а он говорит, я тебя знать не знаю, иди отсюда. Это самое ужасное. Это то, что людей должно удерживать. Вот почему политики, которые сегодня себя называют христианами и топчут дворы церквей, они должны становиться мудрыми, девами, неглупыми, мудрыми. Где бы люди не должны становиться мудрыми, для себя черпать этот огонь, чтобы это перед тобой всегда светило. Христос грядет. Взять пример апостола Павла. Взять пример других людей. Это те люди, перед кем, перед их взором это всегда было. Это то, ради чего жило. Это то, в чем возрастает, возрастать должна сегодня церковь. 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 Возрастание понимания Иисуса. Ценности Иисуса. Понимание того, что Он придет за церковью. Не глупой, а мудрой. Он и показал, вы думали, если вы церковь, то все, теперь все, вопрос решился. Теперь у вас есть на что опереться, потому что вы ходите в церковь. Нет. Не на церковь мы возлагаем свое упование, не на принадлежность кому-то мы возлагаем сегодня свое упование, а свое упование мы возлагаем на Бога, перед которым мы бодрствуем понимаем Христос, Христос грядет. Христос грядет. Вот почему на сегодняшний момент, к сожалению, могу сказать, многие верующие сегодня спят. Потому что когда ты скандалишь, когда ты кусаешься с кем-то, пытаясь что-то кому-то что-то доказать, или ты там кого-то угрызаешь, или строишь какие-то интриги. Послушай, ты спишь. Духовно ты спишь, не понимая то, что Иисус придет. Без предупреждения в самый темный период нашей жизни, в самый темный период, Он придет. И не просто сказать здравствуйте, а придет для того, чтобы забрать свою церковь. Преклоним головы. Поэтому сегодня у нас праздник жатвы. И не кабачки с яблоками мы приносим, а плоды нашего покаяния мы сюда приносим. Осознание того, в чем мы сегодня нуждаемся. Если кто-то сегодня пренебрегал временем наполнения себя словом от Бога, наполнением помазания от Бога, покайтесь, признайся, скажи, да, я глупый, да, я глупая, но это не диагноз, это не приговор. Я понимаю, Господь, в моей жизни должно меняться, если я сегодня сплю, и для меня уже нету ценностей, божественных ценностей, которые были, служение, жизнь для Бога, жертва для Бога. я сплю, я сплю духовно, и кроме храпа и всего остального больше ничего от тебя не исходит. Поэтому проснись, церковь, проснись, проснись, жатва, жатва не за горами, жатва, это время, когда Бог забирает свою церковь с этой земли. Есть-то полнота, вот почему сегодня мы должны ревновать за своих неспасенных родственников, должны за них молиться, Господь, дай покаяние, утверди во Христе. Я понимаю, что есть-то полнота людей, которые ты, то число людей, которые ты определил, что они должны спастись, и пока сегодня твой дух на этой земле, значит, ты не отступил, значит, еще есть шанс для моего мужа, для моего отца, для моего брата, для моего сына, для моей жены, есть еще эта возможность войти в эту полноту. Отец, пробуждай дом свой, пусть жизнь твоя, Господь, она приходит жить в церкви твоей, пусть ослепление, пусть дух этот безумия, он уходит, пусть мудрость твоя, она пребывает, лучше потерять с Богом, чем приобрести с дьяволом, послушай, лучше потерять, когда ты перестаешь видеть смысл служения, знаете, как Бог тогда, как в вагея, вступается, приходит, все то, что делаем, оно все для дырявого кошелька, все в пустоту, нету смысла, нету. Почему? Потому что Бог желает пробудить, 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 проснись, проснись, жених грядет за церковь, Благодарю Тебя, Отец, благодарю Тебя, мой Бог, для благодарю Тебя, мой Бог, благодарю Тебя, мой Бог, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Боже, еще две мысли, так бы хотелось с ними поделиться, но я смотрю, уже время. Во имя Иисуса, аминь. Субтитры создавал DimaTorzok